1 мая 1886 года. США. Рабочие заводов вышли на демонстрацию с требованием сократить рабочий день, облегчить условия труда. Митинги прошли по всей Америке. И 4 мая в Чикаго власти жестко разогнали демонстрантов. Были погибшие и раненые. После этого каждый год в начале мая рабочие всего мира напоминали властям о своей непростой жизни. В Царской России, где уже поднимало голову революционное движение, условия были одни из самых сложных. Многие сегодня считают 8-часовой рабочий день и 5-дневную рабочую неделю чрезмерными. Ну что ж, а как насчет 11-часового рабочего дня? Без перерыва на обед и без регулярных выходных. Отдыхать можно было только по большим церковным праздникам. Сквер рядом с техническим университетом. Несколько сосен. Все, что напоминает о Дунькиной роще, которая росла здесь в начале 20 века. Тогда это была окраина города, где происходили разные темные и тайные дела. Такие, например, как запрещенные царским режимом первомайские маевки. Его отмечали, конечно, революционные организации. Это социал-демократы, это эсеры. И они проводили маевки тайно. Проводились они в том числе в так называемой городской или Дунькиной роще, на месте которой мы сейчас и находимся. Первая маевка, объясняет он, прошла здесь в 1905 году. Во время Первой мировой свою солидарность с трудящимися всего мира барнаульские рабочие отмечали забастовками на производстве. И лишь с 1 мая 1917 года первомайские митинги переехали на Демидовскую площадь и Площадь Свободы. После Великой Отечественной традиционным местом для прохождения демонстрации стала площадь Октября и Ленинский проспект. Для советских рабочих это было уже не протестом, а скорее традицией. А на закате Советского Союза и подавно стало формальностью. К примеру, журналист и редактор Андрей Никитин помнит, как в конце 80-х годов студентов его профтехучилища буквально заставляли выходить на майские демонстрации. Нам приходили и говорили, ребята, по любому поводу, что субботник и все остальное, нам военрук говорил всегда так, ребята, это дело добровольное, но прийти должны все. И все понимали, что прийти должны все, все приходили, нас, чтобы мы не болтались, всех сгоняли в зал, включали нам эти видеоретики, и мы смотрели несколько американских боевиков. Я помню, что мы «Рэмбо» смотрели как раз, вторую часть, вот на одной из моевок. Мы как раз в середине этого «Рэмбо» его не досмотрели. Нам сказали, так все, выходим, строится, пошли, пошли, пошли. Мы повскакивали, бросили этого «Рэмбо», не досмотрели, потом пришлось идти в нормальный салон, досмотреть, чем же дело-то закончилось. С распадом Союза митинги становились все менее людными. Революционности в них становилось все меньше, красные флаги разбавили триколоры. А в 1992-м, на волне отрицания всего советского, Первомай из Дня солидарности трудящихся превратился в праздник весны и труда. В нынешнем, в 2020-м, из-за ограничений, связанных с пандемией, массовые собрания временно запрещены. Первомай вернулся в своеобразное подполье, теперь цифровое. На днях стало известно, что коммунисты и просто социально активные граждане проведут первомайские маевки с помощью скайпа и других интернет-сервисов. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.